Ну вот, собственно, 11.00, можем начинать. Здравствуйте, Новый Уральск. Все, кто прибыл, отметьтесь, пожалуйста, в чате, откуда вы. Я хочу сегодня рассказать вам об интересном аспекте литературы. Чуть не сказала детской, потому что аспект наш спорный. Что такое переходная литература? Вот у нас здесь презентация. Всем видно презентацию? Никого нет? Ага, так, хорошо. Понятно, да, о чем мы будем сейчас говорить. Штука в том, что переходная литература... Это довольно странная вещь. Сейчас не то, что в последнюю, не в первую очередь, а практически исключительно из-за закона, маркирующего по возрасту книги, получилась... Об этом я тоже скажу чуть попозже. Получилась интересная проблема. Сейчас я начну облом от яйца, покажу вам, в чем разница. Переходная литература считается синонимом западного термина Ян Кадалс. Причем этот последний, Ян Кадалс, используется в большинстве случаев, он международный, но... Есть разница. А, вот. Ян Кадалс почти исключительно позиционируется, как книги, которые пишутся специально для подростков и юношества. Но есть более, скажем так, интересные вещи. Сейчас мы быстренько пробежимся по разновидностям. И после этого будет понятно про... Вот здесь у нас написано, есть нюансы. Сейчас мы просто посмотрим, какие есть виды переходной литературы. Ну, конечно, в первую очередь в этой связи говорят о фантастике. После того, как... Здравствуйте, Светлана. После того, как ушли в прошлое... Ну, как ушли, не ушли, закрепились. Закрепился, например, Конан Дойл. Ну, здесь нужно говорить о влиянии кинематографа на восприятие читателей, да? То, что у нас показывают в кино, становится актуальным у детей. Вот смотрите, сейчас есть интересная вещь. Я преподаю, поскольку креативное письмо, общаясь с подростками, я вижу, что они, например, сейчас полностью не в курсе тех книг, которые были для нас всем известной классикой в нашей юности. Это, например, Агата Кристи, да? Или Фенемар Купер, или Генри. Ну, Стивенсон... Ну, так. Нет, Остров сокровищ, конечно, знают. И опять мы должны помнить о том, что у нас там сзади кинематограф. Никто не вспомнит сейчас о 15-летнем Капитане из «Подростков». Хотя Конан Дойл и все смотрели, и опять почти никто не читал. Анимара Купера, конечно, тоже не помнят все. И вообще, Ян Кадалт у нас сейчас считается, некоторые так и говорят, что это фантастика. Ну, это неправда. Значит, быстренько по разновидностям. Переходная литература делится на такие виды и подвиды. В первую очередь говорят о фэнтези. Или, как вариант, о реализме с элементами мистики. Это, конечно, Гарри Поттер. Это, конечно, Перси Джексон. Это, возможно, тоже мировой бестселлер, но многим известен меньше. «Милые кости» – это история про девочку, которая умерла и вот из своего этого состояния рассказывает, выводит на чистую воду своего убийцу. Вот с элементами «Девочка в красном пальто». Это такая штука, ну, что-то близко к «Активному кингу». Там мама поехала с маленькой дочкой на фестиваль сказок. Девочку забрал, ну, не педофил, но маньяк такой. Он пытается изменить ей психику в своих эгоистичных целях. И через вот эту оболочку анализируются отношения родителей с детьми. Собственно, для чего и берется фантастическая или мистическая форма, чтобы немножко преломить вот этот привычный нам бытовой ракурс и показать обычные ситуации с необычной стороны. Ну, тоже и Гарри Поттер, да. Его, как правило, взрослые, особенно консервативные взрослые, его не читают. И большинство таких людей говорят, что это ужасно, по той простой причине, что они смотрели фильм. Но в фильме нет даже третьей части того, что есть в книге. Кинематограф и игры, которые сейчас составляют конкуренцию книгам, с одной стороны, также источник информации. Но с другой стороны, никак нельзя упускать тот факт, что там все предельно упрощено. Голливудский продюсер, в первую очередь думает об эффектах, которые принесут деньги. Никакие глубокие переживания и сложные проблемы под эти цели не подойдут. Соответственно, все упрощается. Игры тем более. Там те же исторические факты предельно схематизируются, упрощаются, остается очень много вопросов, что хорошо. И вот как раз-таки то, что остаются вопросы, и отсылают к книгам. Так что никакой конкуренции нет, если вспомнить многочисленные переживания библиотекарей, учителей, родителей по этому поводу. Нет, здесь все прекрасно работает, но на другое. Это единый мир. Перси Джексон, тоже фэнтези, но фэнтези историческая. Это он отсылает к разным контичным мифам, например. В мифологии очень много, и это прекрасно. И опять-таки, поскольку там все обыгрывается, и, скажем, египетские боги представлены обычными людьми со своими достоинствами и недостатками, естественно, возникает желание узнать, как все было на самом деле. И тогда в руки берется обычная книга мифов. Мама, купи мне что-нибудь. Я успела поработать с продавцом в книжном магазине, теперь я вижу, как это происходит, и могу с спокойным сердцем анализировать. Тем более, у игр, это я так добавлю к нашей теме, вот этот потенциал вызывать любопытство, он прекрасно работает на книге. Я работала в книжном, он специализированный детский книжный, для Риги это фактически чудо. И к нам стали приходить люди, которые хотят скандинавские саги, которых интересует, вот кино тоже работает на нас, какие-нибудь битвы престолов, игры престолов могут упоминать европейские саги, европейскую мифологию, король Артур, что-то уже, у меня что-то от волнения в головы упадает, рыцарь круглого стола, все эти вещи, кельтская мифология, все-все-все-все вызывает у детей любопытство, так что книги не страдают просто ни за что. Вторая разновидность переходной литературы антиутопия. Утопия сейчас не в моде, это сложно, это очень взрослый жанр, но антиутопия, анализирующая, размышляющая о нашей реальности и возможном нашем будущем, она, конечно, очень волнует подростков, поэтому она страшно популярна. Это «Голодные игры», «Дивергент» и «Уродина». Все вот эти, все три представленные книги, это, конечно, совсем не все, что есть в этом жанре, просто это наиболее такие типичные образцы. Я скажу от себя, не с точки зрения анализа, а по-человечески. Я очень долго путала, например, серию «Дивергент» и «Уродина». они на одну и ту же тему. Это будущее, в котором людей как бы облагодетельствовали некими возможностями. Выбрать, вот, например, у Скотта Вестерфельда по достижении 16 лет всем без исключения делаются пластические операции, которые превращают людей в красавцев. Им не надо ходить на работу. Они там все необходимое добывают буквально из стены, открывают полки. Никаких денег, никакой необходимости зарабатывать себя на жизнь. Но при этом государства, семьи, по сути, нет. Государство вмешивается, вмешивается, а просто напрямую распоряжается. Считается нормой, что в 16 лет подросток изымается из семьи и выносится решение относительно его судьбы. там есть условия, которые нельзя нарушать. К чему это приводит? Мы все, как взрослые люди, представляем. То же самое дивергент, только там модификация не внешности, а реализации какой-то из своих способностей. То есть в любом случае выбирается оболочка, в которой ты будешь жить. Это настолько похоже, что я их путаю. «Голодные игры» мы все смотрели кино. И мы подбираемся к более и более интересным вещам. На презентации видно, что разновидность реализм. И вот что у нас по этому поводу есть. есть Дженнифер Данелли с книжкой «Революция». Это про девочку, которая, в общем-то, любила рок-музыку, но рок-музыка помогла ей узнать, прочувствовать, повести параллель между собой. Почему книжка называется «Революция»? Потому что она проводит параллель между собой и своей ровесницей, живущей во времена французской революции. Не только интересно, но и очень полезно. И в таких вещах, в таких книгах, как правило, у нас и происходит тот контакт взрослой, зрелой, информированной жизненно-опытной аудитории с подростковой. Это повод вместе обсудить тему, поделиться своими переживаниями, а это всегда очень интересно. Разговаривать с детьми не только можно, не только нужно, это необходимо, обязательно нужен резонанс. И вот представленные книги как раз этот резонанс нам и дают. Следующий момент, следующая позиция у нас «Джон Грин. Виноваты звезды», известная абсолютно всем. Я воспринимаю это с трудом, поскольку вижу здесь не в последнюю очередь спекуляцию на социально острых темах, но тем не менее, у нас еще в новенькие прибывают, отмечайтесь, пожалуйста, откуда вы. но тем не менее, это я признаю не то, что право, право-то чего мне признавать, оно и так есть, правда, я знаю, что это важно для детей, потому что подростковый возраст возраст очень эмоциональный. То, что я восприму как розовые сопли, грубо говоря, ребенок прочувствует, потому что для меня это, допустим, 50-я история про страшную болезнь и побеждающую смерть любовь, а для многих подростков это первая, ну, в крайнем случае, вторая, и они, конечно, все это очень переживают. Контакт именно здесь, ни в коем случае нельзя отворачиваться от, я видела в магазине, ну, я и так знала об этом, нельзя отворачиваться от ребенка, который выбирает книгу, к которой вы можете отнестись высокомерно. Да, высокомерно, я высокомерно отношусь к Джону Грину и считаю это манипуляциями, но ребенку важно совсем другое, он видит эту историю другими глазами, он видит не попытку, как я вижу, заработать денег на наших слезах, а он действительно думает, а что будет, если я, например, заболею раком, и что будет с моей жизнью, как мне постараться это пережить, вот, хорошая, очень хорошая тема для обсуждения, она еще решает вот какую проблему, когда мы напрямую спрашиваем подростков, да, как родители, они воспринимают, ну, вот, расскажи мне буквально, да, что у тебя внутри, о чем ты думаешь, о чем ты переживаешь, они воспринимают это как насилие, как лишний контроль, и разговаривать, как правило, не хотят, замыкаются, а вот такие книги очень помогают, собственно, начать разговор, и облегчают, в первую очередь, общение, я в одной из своих статей упоминала, что книга это что, это разговор автора с читателем, и это не просто разговор автора с читателем, это помощь читателям в коммуникации между собой, это всегда нужно держать в голове, когда мы оцениваем какую-нибудь книгу, тот же Гарри Поттер или Перси Джексон, да, я знаю, что вот Гарри Поттер в магазине стоит, реческий магазин очень хороший пример, потому что он маленький, и там есть возможность пронаблюдать, Гарри Поттер стоит у нас на полках много, долго, и привозит его лишь изредка, потому что заходит мама или папа, как вариант с ребенком, и в ответ на предсказуемую просьбу купить эту книгу, родитель буквально дергает ребенка за руку, говорит, я хочу, чтобы ты читал нормальные литературные тексты, да, все посмотрели кино, все даже не представляют, ну, тут я подхожу, или уже мои коллеги, я сейчас уже из магазина ушла, это был интересный опыт, и мы начинаем объяснять, что в фильме нету, как мы уже говорили, даже третьей части того, что есть в книге, это очень интересно, и это повод поговорить, и даже если это не Гарри Поттер, а что-то менее известное, о чем вы даже не представляете, что это, что родитель, что библиотекарь, что педагог, обязательно нужно ребенка выслушать, и переходная литература реализует вот эту функцию, там, ее может читать и взрослый, ее, и, наверное, нужно читать и взрослому, не только такому, который, как я и многие мои коллеги, по какой-то причине любят подростковую и детскую литературу, ну и вообще это такие пути пересечения, где мы сможем наконец-то понять друг друга, там понятные нам реалии, более или менее простой язык, это возможность коммуникации, такая вот, но просто это не всегда, вот наша третья позиция, Эдуард Веркин, Эдуард Веркин считается сейчас здравствуйте, Наталья, считается сейчас таким неформальным лидером среди подростковых книг, от него буквально впадают в безумие, у него он умеет навести с автонса, он пишет хоть и простым языком, но затрагивает очень серьезные проблемы, вкусатели ворон это проблемы провинции и безнадежной жизни, и у него очень неплохое чувство юмора, абсолютно бесспорный комплект для победы, вот, как раз Веркин, он так сильно выпадает из-за буймы, хотя бы потому, что у него нет однозначных ответов на все эти сложные вопросы, вот, например, если подросток, не важно, правда, подросток или взрослый, кто-то живет в маленьком городе, где не происходит никаких ярких событий, то как поступить со своей судьбой прямого совета давать нельзя, если у Джона Грина, например, все очень просто и понятно, это так называемая позитивная психология, мы будем искать хорошее, мы будем рядом с тобой, да, все это нужно, но оно ну, так как-то что-то напоминает пюре, оно уже перемот, его осталось только ложкой положить в рот и проглотить, а вот революция и кусатель ворон, революция, так она тоже достаточно очевидно показывает, как человек взрослеет, каким образом он находит связи прошлого с настоящим и понимает, наконец, зачем нужно знать историю, да, вот у Веркина нету таких однозначных ответов, он заставляет искать его самостоятельно, я считаю, что это очень большой плюс, следующая разновидность, мы опять видим Гарри Поттер, сейчас объясню почему, вот эта разновидность переходной литературы одновременно соединяется, одним концом соединяется с фантастикой, с мистической ее разновидностью, второй с реализмом, это Кампус Новыл, о чем рассказывает Кампус Новыл, это события происходят в закрытой школе, в пансионе, в приюте, на какой-то вот такой территории, с Гарри Поттером все понятно, это школа волшебников, где происходит взросление, это очень важно, потому что переходная литература, как правило, роман взросление, бывает, что это долгий период, как в сагах, да, Гарри Поттер, Гарри вырастает с 10-летнего мальчика до юноши, абсолютно классическая канва, да, или, например, вот в доме странных детей и дом, в котором Риан Петросян речь идет о нескольких месяцах или нескольких годах, там может быть и несколько дней, но все равно это всегда развитие, это всегда движение вперед и решение каких-то проблем. Здесь я бы упомянула еще две позиции, они не вставлены в презентацию, потому что я долго сомневалась, можно ли это сделать, переходная литература такая неоднозначная, мы еще об этом сегодня поговорим. если в доме странных детей Ренсома Ригза это такой приют на острове, где собраны дети с паранормальными способностями и ничем хорошим это, конечно, не кончается, то в этой связи мы можем поговорить о например книге Лавровой, Светланы Лавровой, Марго Синие Уши. Я сейчас дам ее в чат, я все-таки решила, что надо о ней упомянуть. Дело в том, что у Светланы Аркадьевны тоже речь идет о школе для детей с паранормальными способностями, при этом эта сказка она смешная, она очень добрая, в отличие и такого вот саспенса, как Фрэнса Марикза она не наводит, но при этом и там посредством иронии, а это очень важная юмористическая составляющая для юношеского романа и для переходной литературы, я вообще считаю, что юмористическая составляющая важна во всех случаях, это не изюминка, которая добавляет прелести, это абсолютно необходимый инструмент для анализа реальности, иначе представить себе несостыковку глупости, не буду темнить, честное слово, невозможно проанализировать абсурд реальности посредством простых категорий, юмор помогает над ними, сейчас я дам ссылочку в чат, вот она, юмор синие уши, юмор помогает приподняться над реальностью и даже очень горькие вещи увидеть не другими глазами, сделать из хорошего плохого, но получить вот ту порцию мужества, это такое редкое сейчас слово, которое нам нужны для того, чтобы жить в этой реальности, она ведь очень многих ранит, и подростков, она ранит в первую очередь, жить больно, почему переходная литература так популярна среди творческих или просто каким-то образом развитых взрослых, потому что у них так же много переживаний, как и у детей, и здесь вот еще одна точка пересечения детей и взрослых, так, Марго, откройте, пожалуйста, посмотрите, там на лабиринте можно посмотреть развороты книги, надо было мне включить ее сразу, но я так как-то сомневалась, некоторое время тоже фантастика, тоже сказка, при этом у Лавровой в очень доброй сказке говорится о тех вещах в юмористической форме, которые вот в ней юмористической форме мы детям и высказать-то не можем, о том, что нам не всегда нравятся политические события, мы можем быть недовольны той жизнью, которая вот, и непонятно, что с этим делать, да, которая предлагает нам текущее, действующее правительство, причем независимо от страны, в которой мы живем, и это очень здорово, потому что когда облик, вполне реальные люди, которые нам не нравятся, получают такой облик сказочного злодея, вот эта взрослая истерика, которая происходит от тревоги, она немного отпускает и заставляет видеть события со стороны и помогает, между прочим, рассказать о них ребенку и предупредить его не только о локальной проблеме, которой мы заняты вот сейчас, но и на всю оставшуюся жизнь, когда конкретно, мы, конечно, узнаем там президента, правда, но для ребенка он не столько реальный персонаж, сколько еще одно воплощение сказочного злодея, и вот у Гарри Поттера и Марго Синие Уши роднит одна тема, тема постоянного контроля со стороны за нашей жизнью, она так очень ярко, очень смешно представлена, и у Лавровой, конечно, контролирующей, старающейся контролировать живые переживания людей, все тонкие вот эти нити, да, эти люди, конечно, проигрывают, невозможно контролировать очень многие вещи, невозможно и нельзя, если, скажем, взрослый человек скажет уберите руки, как вы смеете, нельзя, то выглядит это безумно, и не 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 ничего, не 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 ничего, Продолжение следует...